Не попить, не умыться, когда вода цвета кофе и запаха железа. С такой историей столкнулись сургутяне, проживающие в нескольких микрорайонах города. Ресурс подобного качества они наблюдают не первую неделю. Почему так и когда это изменится? Карина Алексанян пообщалась с жителями и специалистами. Оплата будет соответствовать качеству. В Сургуте больше, чем на Третьей улице после новогодних праздников обнаружили недостатки в части зимней уборки дорог. Одна из подрядных организаций уже ощутила на себе последствия некачественно выполненной работы. А дальше что? Разбирался Дмитрий Круковец. Новый год, новое здание. Амбулатория сельского поселения Локосова переехала в современное помещение. Непримечательно, что это долгожданное событие произошло в преддверии 100-летнего юбилея учреждения. Удалось ли врачам освоиться в новом здании и какие отзывы у пациентов? Смотрите в сюжете Марии Ливанян. Крещение Господне – один из важнейших праздников для православных. Именно в этот день тысячи сургутян приходят в храмы на литургию, набрать святой воды на год вперед и окунуться в ледяную Иордань. Как торжество прошло в Сургуте в этом году, знает Эльза Шейнекова. В эфире «Сургут-24» программа «Новости главное». Вас приветствует я, Дарья Давыдова и служба информации нашего телеканала. В ближайшие 60 минут мы расскажем о ключевых событиях уходящей недели. Новости главное, только главные новости этих семи дней. Умыться, помыть посуду или приготовить обед. У жителей некоторых районов города уже не первую неделю. Периодически возникает вопрос, на что использовать воду в первую очередь. Например, жители дома 15-1 на улице Ивана Захарова рассказали о медиа, что ресурс коричневого цвета с запахом железа, а порой и болота, бежит у них из-под кранов со 2 января. В комментариях, которые сургутяне оставляли в тематическом посте в нашем телеграм-канале, оказалось, что подобная проблема имеет место не только в 30-м микрорайоне. Отметились многоквартирники на улицах Университетская, Югорская, Лермонтова, Мелик Карамова и других. Чем известно, всегда гордились жители сургута тем, что у горожан из-под кранов бежит живая артезианская вода. У нас в муниципалитете не применяют для очистки магистральных труб химические вещества, поэтому ресурс, который поступает в квартиры, остается природным. Но в чем дело? Почему вода высокого качества так изменилась? Почему H2O стало неприятно пахнуть? Какие есть варианты решения и когда проблему исправят? Выясняла Карина Александровна. В красивых домах на улице Захарова далеко не привлекательная история. Касается она воды. Ресурс у сургутян из-под крана бежит уже вторую неделю с коричневым оттенком. Или с выраженным запахом болота или железа. У меня маленький ребенок, мне приходится постоянно попу ему мыть, еще что-то, ну постоянно соприкосноваться с водой. И руки постоянно черные, то есть под ногтями аж грязь. Даже если ставить на пролив, ну, она еще хуже. И из нее вот такие черные, то есть сейчас здесь снято, вот такие черные хлопья вылетают. То есть это из унитаза, они приклеиваются, то есть их почистить очень сложно. Вот с этой стороны, ну, ржавчина, ее, как не знаю, ее нельзя очистить. Анна Касьянова, жительница дома на улице Захарова, 15, дробь 1 в Сургуте. 2 января вместе с соседями из этой высотки и других многоэтажек 30-го микрорайона стала испытывать неудобства из-за цвета и запаха воды из-под крана. Она была с запахом такого железа, но это было еще как бы терпимо. Она была, вот как я показывала, такая светлая. С каждым днем она становилась все хуже. И 5-го числа, получается, она начала портиться еще. Там просто оранжевая вода уже текла. То есть я мыла посуду, и у меня по итогу, я смотрю, все руки, это прям черные, и полопалась кожа. То есть с 5-го, 6-го, 7-го вот это все выясняли, подвоз воды вот это все пытались организовать. В итоге нам говорили, ждите после праздников. То есть мы уже за свой счет покупали эту воду у нас на микрорайоне, наверное, везде. Закончилась 5-литровая вода, ее просто нету. Сургутянка примерно подсчитала, сколько потратила на покупку питьевой воды за 14 дней. Эта сумма составила почти 5 тысяч рублей. Но и не это сейчас больше беспокоит молодую маму. А то, что в шаговой доступности 5-литровые бутыли с прозрачной и качественной водой уже почти все раскупили. К слову, по рассказам людей, подвоз ресурсов к домам на улице Захарова за две недели был организован пару раз. Набирать воду потребовалось не только жителям многоквартирника номер 15, дробь 1, но и их соседям из 17-го дома. Вот вылетали, без установки вода печет сама по себе. Просто вода никуда я не нажимала, поэтому имейте в виду. Почему так произошло на улице Захарова и какие меры предприняты со стороны управляющей компании и ресурсоснабжающей организации? Эти вопросы журналисты ОМЕДИА задали специалистам Горводоканала. Данный микрорайон питается от магистральных водоводов. Все эти частично принадлежат Городоканалу, частично принадлежат транзитным организациям, которые принадлежат застройщику. Транзитные организации свои обязанности по промывке не выполняют. Конечно, совершались совместные отборы проб, они совершались совместно с управляющей компанией. И если мы отбирали в конечных точках у потребителей, то собственниками жилых помещений были зафиксированы плохие результаты лабораторных исследований на выходе из данных транзитных сетей. По словам специалистов предприятия, трубопровод у домов на Захарова был возведен застройщиком микрорайона. Но после объект не передали в обслуживание ресурсоснабжающим организациям. 16 января Городоканал приступил к промывке гидропневматическим способом. Это когда потоки воды и сжатого воздуха сбивают все отложения на стенках внутриквартальных сетей. Закончат ее примерно в середине следующей недели. В комментариях тематического поста в нашем телеграм-канале ОМЕДИА сургутяне рассказали, что вода испортилась не только в 30-м микрорайоне. Отметились и другие улицы. Авторы сообщений прикрепляли фото и видео. В конце ноября вдруг пошла не просто вода, а коричневая вода. Я не знаю, с песком, с каким-то. Это питьевая вода. Это не просто горячая вода, которую можно переключить. Я вообще не пользуюсь горячей водой. Кулером мы пользуемся, пьем, а водонагревателем пользуемся, купаемся, моем посуду и так далее. Все. И вдруг пошла непонятная вода. Мне пришлось вообще все приборы отключить. Я говорю, я после воды, до сих пор уже второй месяц, уже третий, наверное, пойдет, я после мытья рук и лица протираюсь перекисью. Потому что иначе у меня тоже начинается сыпь. Мы опускаем ребенка, и там еще где не было этих очагов, как раз-таки сыпи, начинают проявляться красные вкрапления. То есть потом уже вытаскиваем, посушить, и видим, что очаг уже стал побольше. Никаких новых продуктов ничего я не водила. Соответственно, это все усугубляется с каждым днем, пока мы не стали кипятить воду и купать уже в кипяченой воде ребенка. Тогда все начало проходить, не употребляя никаких лекарств и так далее, и ничего не меняя в быту. Жители дома, 19, на университетской улице рассказали журналистам о медиа. О том, что их неприятности связаны с прорывом гидранта на улице Геологической. Так им ответили в диспетчерской аварийной службе. Сургутяне отмечают, запах воды из-под крана со временем переменился с железистого на болотистый. По словам заведующей кафедры экологии и биофизики Сургутского университета, такой факт может быть свидетельствовать о бактериальных процессах где-то в трубах, по которым течет H2O. Железо, которое поступает к нам в кран, оно не из артезианских скважин. Это вторичное загрязнение по пути к потребителю. И мы довольно подробно этот вопрос изучали в университете. И действительно, есть такая зависимость, что чем больше протяженность коммуникаций от точки отправной до потребителя, тем выше концентрация железа в кране у жителей города в конце 20 века. У нас действительно, то есть мы набирали ванну воды, да, там оседали хлопья, прям целый слой хлопьев железа. Сейчас ситуация лучше. Рано или поздно, конечно же, гидравлический режим придет в нормализацию. То есть все эти изменения и нарушения в сетях, они примут достаточно, так скажем, ламинарные значения, пусть будет. И, то есть стабилизируются потоки, мы все равно увидим успокоение колебаний воды в трубопроводах. И, естественно, все это приведет к тому, что водичка пойдет чище. Распространиться загрязнение воды по разным улицам города могло из-за закольцованности подземных магистралей. Как рассказали специалисты Горводоканала, промывка сетей в одном микрорайоне города может сказаться на качестве ресурса у соседей. По версии заведующей кафедры экологии и биофизики Сургутского университета, избавиться сургутянам от железистого осадка помогут бытовые фильтры. И достаточно будет поставить картридж с ионообменными смолами, либо активированным углем. Тем временем жители дома 15-1 на улице Захарова собирают подписи под составленными жалобами в Роспотребнадзор и прокуратуру. Карина Алексанян, Сергей Коликов, Данил Панков. Специально для программы «Новости. Главное». Еще ненадолго останемся в районе улицы Ивана Захарова. Там, недалеко от домов 9-1 и 9-2, неделю назад жители сняли на видео, как грузовики. Один за другим сваливают снег на территорию будущей строительной площадки. Она огорожена, но ворота открыты. Жители не только прислали запись нам и в ряд крупнейших городских пабликов в соцсетях, но и обратились в мэрию, потребовав вмешаться и не допустить организации снежного полигона под окнами многоэтажек. На место отправились сотрудники контрольного управления. Факт складирования осадков на пустыре зафиксировали и нашли заказчика работ. Это частная компания, которая, как оказалось, убирает снег из дворов на той же улице Захарова и рядом на Каролинского. А пустырь используют как перевалочный пункт для временного хранения осадков. Объяснили это тем, что так быстрее получается вывозить снег с придомовых территорий. После завершения чистки осадки транспортируют на полигоны, не отвлекая самосвалы от работы у высоток. В контроле управления отметили, что если есть все разрешения, так поступать можно, но в семидневный срок, напомнили в ведомстве, валы необходимо убрать. Для убедительности выписали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных в городе. Всего с начала года сотрудники контрольного управления провели уже более 130 выездных проверок. Выявлено одно нарушение по торговому центру. Там налитие сосульки были на крыше. Объявлено предписание об устранении данных нарушений. Сразу же незамедлительно было устранено. Также объявлено 30 предостережений по признакам нарушений. То есть валы были, но мы не знали сколько времени, там же не определишь. И вот пока они в работе у нас, 30 именно. И было одно информирование. Снежные массы были вывезены. Но в связи с тем, что у нас обратили внимание, да, погода сейчас такая снежная, то они, конечно же, обратно возникли. Но учитывая, что в 7-дневный срок первичный балл вывезен и потом нагребается второй, ввиду естественных причин и климатических условий, это допустимо. Далее поговорим о том, что в теме уборки снега недопустимо. И о том, какие последствия за не слишком ответственное отношение к исполнению договора с мэрией могут ждать подрядчиков. Слово Дмитрию Круковцу. Дор-Ремтех. На уходящей неделе к уборке дорог подошли основательно. На многих улицах снег вычистили до края бордюров. Почему не получилось раньше? Причина, говорят специалисты, в низких температурах. В новогодние каникулы часть машин стояла в гараже. Гидравлика в солидный минус не работает. Износ большой ломается. Мы смотрели на прогноз погоды. Видели, что приближаются снегопады большие. Чтобы не убыть в этот момент и быть в полной готовности, приходилось где-то сбежать выход техники. Мы готовились к этому всему, но подрядчик, к сожалению, не может разом выйти после снегопада и убрать разом все улицы в городе. Потому что работают по маршрутам. Сегодня они работают на одном маршруте. То есть это, допустим, две трети города. Потом это другой маршрут. То есть в основном у нас упор делается на центральные улицы. То есть вот так. В принципе, если бы равномерно у нас осадки выпадали, то подрядчик бы справлялся. Коммунальщики, как мы говорили выше, утверждают, обслуживают дороги Сургута около 260 единиц техники. Но видят ли ее на улицах горожане? Видят. Но у каждого из запрошенных нами автомобилистов собственное представление о чистых и убранных дорогах. На энергетиков чистят постоянно. Дороги чистые. Ничего не чистят, а вывеску вывесили. Вывезли. Очень, ну, в общем, много снега на той улице. Вообще не чистят дороги. Все отлично по сравнению с другими городами. Так, да, пока более-менее. Вот сегодня, вчера, сегодня нормально чистили. Не очень. А где возникают проблемы? На каких улицах? На ЖД. Я живу как на ЖД. На ЖД там не очень. Какие бы вы рекомендации может дали? Побольше технику выводить на улицу. Силами только с ГМУП Дорремтех за первую декаду года вывезли 125 тысяч кубометров снега. Всего к этой пятнице на полигоны транспортировали в 3,5 раза больше. Цифра скоро дойдет до полумиллиона кубов. При том, что складская мощность площадок превышает нынешний объем в 8 с лишним раз. Само муниципальное предприятие – оператор субподрядных контрактов. То есть компания перепоручила другим исполнителям определенные секторы Сургута. Но за некачественное обслуживание сама отвечает перед заказчиком и имеет право наказывать соисполнителей. За ненадлежащее содержание дорог мы накладываем на них штрафные санкции. За систематические нарушения и несодержания может рассматриваться вопрос вплоть до расторжения договора с подрядчиками. В декабре, по информации администрации Сургута, исполнители оштрафовали на миллион рублей. В январе сумма будет еще выше, поскольку качеством уборки улиц заказчик недоволен. Это же касается и тротуаров. Сургутяне отмечают – ходить пешком комфортно далеко не везде. Да не очень. Я бы не сказала, очень плохо убирается в последнее время. В прошлом году лучше убирали. Нормально. Ну, потому что снега там много, может быть, кто-то не успевает. Это может быть. Вроде чистят нормально, а сейчас же и ночью работают, и днем. Отвратительно, очень скользко. Ну, вот сегодня, смотри, уже лучше. Бывает, что хорошо вычистят, приятно ходить, а бывает, как сегодня, не очень комфортно. Ну, вы вот сами тут стоите, тут что, хорошо почищено? Нет. На Дзержинского тоже плохо. Вот я, допустим, туда иду. Там вообще отвратительно. А вот не только тротуары, а во дворах что творится. Ситуация во дворах целиком и полностью зависит от подхода и возможностей управляющих компаний, а также от настойчивости управдомов. Ну, и последнее не всегда гарантия успеха. На Егорской 5-2 речь шла даже не о состоянии проезжей части, а о содержании пешеходных дорожек, входов в подъезды. То есть о том, чем должен заниматься дворник, но не занимался, утверждают люди. Второй год у нас уже вот так. В прошлом году мы как-то еще терпели, как-то что-то молчали. В этом году, вот я с 30 декабря дозвониться никуда не могу, ни до кого не могу, чтобы у нас почистили. Хотя бы какой-то подъезд. В ДЭС я позвонила. Мне секретарь сказала, я вам ничем помочь не могу, записывайтесь на прием. На прием это на месяц вперед. Там уже весна будет. Диалог с управляющей компанией не сложился. Нашей съемочной группе в РЭУ-4 ответили, что у дворника не один дом, а снега очень много. Также коммунальщики были извещены о проверке контрольного управления, результатов которой в УК и ждали, чтобы предпринять меры. Раньше была дворника женщина. Идеальная чистота. 6 часов она убирала, 7 часов выйдешь везде, что зима, что лето. Ведь люди первым делом должны спуститься с подъезда, чтобы выходить. А там, конечно, те подъезды плохо убирают товарищи. Мне нравится. Столько снега, и не убираются дворы, плохо чистятся. Это просто ужасно. Вот около нас, может быть, наш подъезд может почистить, да? А так, чтобы он работал прям интенсивно. Не покладая рук, такого нет. Нужно ли такое оперативное управление заказчикам и потребителям этих услуг? Самим жителям. Над этим вопросом в прошлом году предлагал подумать сургутянам глава города, как раз говоря о теме уборки снега. Если нет, если обслуживание объективно оставляет желать лучшего, если пункты договора не выполняются, мэрия сможет помочь. Там, где собственник, администрация, в каких-то домах, где есть собственность администрации, мы будем инициировать такие общие собрания, пересмотра этих отношений. Второе, к чему мы, наверное, подойдем публично и более, может быть, напористе, это мы будем производить свою оценку, публичную оценку управляющих компаний по содержанию. Если какая-то управляющая компания будет совсем проваливаться, мы будем инициировать жителям проголосовать и перейти в другую управляющую компанию, которая свои обязательства выполняет на порядок лучше. Еще один важный нюанс. Требования к содержанию дорог и городских тротуаров жестче, чем к придомовым территориям. Жилищным кодексом установлена минимальная периодичность чистки дворов один раз в месяц, а также уборка сосулек, глыб с крыши и снега со ступенек и тротуаров. Правила благоустройства Сургута добавляют в этот перечень патрульную чистку в течение 10 дней после обильных снегопадов. Но, к сожалению, понятие обильного снегопада не определено. Поэтому мы можем рекомендовать в случае обильного снегопада управляющим компаниям, что мы и делаем. Провести патрульную техническую очистку. То есть это рекомендательное письмо. Мы это уже применяем. Но пока привлечь за это не представляется возможным, потому что критерии не определены. Если возвращаться к теме городских улиц, то существует еще одна принципиальная позиция главы Сургута. Должна быть более жесткая реакция на некачественную или неполноценную уборку снега на тех локациях, которые прописаны в муниципальном контракте. Это дороги, проезды и тротуары. В том году было пожестче. В этом я так вижу пока мягкая политика. Мы редко прибегаем к штрафным санкциям. А если прибегаем, то это пока копейки. Я здесь допускаю, что это, наверное, такие честные отношения, когда мы платим за то, за что нам отдали. Поработали на 100 рублей, рассчитали на 100 рублей. Не поработали на 100 рублей, ну как-то 100 рублей отдавать за то, что нам не наработали на них. У меня вопросы есть. Последовала и реакция на события конца декабря и длинных каникул. Сначала, напомню, Сургут накрыло ледяным дождем, превратив абсолютно все в сплошной каток. Затем очередной каприз природы отвел нашему городу снегопады, скрипив морозами. Как итог, только 60% участков в начале первой рабочей недели года были в нормативном состоянии. Совпадение или нет, но основной заказчик от муниципалитета, дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, лишился руководителя. Свой пост в конце декабря покинул Валерий Хаджаев. А уже в январе стало известно о применении мер реагирования со стороны муниципалитета к подрядчику и субподрядчикам. Жалоб действительно много. Сегодня мы, работая подрядчика, скажем так, недовольны. У нас есть генеральный подрядчик до Ремтех, у которого заключены субподрядные договоры. В целом, по результату выезда, замечание по всем улицам. 38% уличной дорожной сети после праздников, после снегопада было в неудовлетворительном состоянии. На сегодняшний день мы подрядчику генеральному выписали предписание, а также генеральный подрядчик, чтобы разобрался со своими субподрядчиками. Довольно жесткое решение. Перераспределить часть территорий недобросовестных исполнителей, передав их в обслуживание другим организациям, было принято. Один из субподрядчиков, на участке которого чаще всего жаловались, потерял улицы Лермонтово и Чехово. Их теперь будет убирать техника других компаний, а оплата будет соответствовать результату. В прошлые годы тема чистки снега также была одной из главных в сезоне, но выходила на первые роли ближе к весне. В 2019-м Вадим Шувалов, руководивший тогда мэрией, вручил главному коммунальщику Сургуту лопату, предложив возглавить чистку дорог. В марте 2023-го Андрей Филатов объявил генеральную уборку города от снега и льда. Акцент тогда сделали на придомовых территориях. Потребуются ли дополнительные стимулирующие меры в этом году, или коммунальщики справятся без кнута? Узнаем через пару месяцев. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, специально для программы «Новости. Главное». В Югре до 2025 года завершат строительство семи объектов здравоохранения. Это больницы в Приобье, Кедровом, поликлиника в Пойковском и врачебная амбулатория в поселке Луговой Кандинского района. Отремонтировать планируется 17 зданий. Как отметил ранее главный врач региона Алексей Добровольский, в ХМАУ по итогам 2023 года каждая третья клиника попала в программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Введены в эксплуатацию были 11 учреждений, 8 из них в сельских поселениях. Стоимость работ почти 650 миллионов рублей, 250 из которых средства федерального бюджета. Напомню, что о важности работы в этом направлении в конце прошлого года в ходе прямой линии напоминал президент. Владимир Путин отмечал, что программы, связанные с развитием первичного звена здравоохранения, необходимо продлевать и расширять. В двух сельских поселениях Югры 24-й год начался с открытия новых зданий учреждений здравоохранения. В селе Цингалы и Ханты-Мансийского района отремонтировали ФАП, а в Локосово-Сургутского района местная амбулатория получила новое современное здание. Примечательно, что учреждению в этом году исполняется 100 лет. Обновление помещения стало достойным подарком к юбилею. Какие новые кабинеты появились, расскажет Мария Ливаня. Столетний юбилей в этом году отмечает амбулатория в поселении Локосово-Сургутского района. За последние полвека помещение, где жителям оказывали медицинскую помощь, пришло в негодность. Крыша протекала, полы разваливались, а стены пропускали ветер. Износ строения составлял более 80%. И вот в свой юбилейный год амбулатория наконец переехала в новое здание. Проект курировал окружной департамент здравоохранения. Площадь помещения более 500 квадратных метров. Обновили не только стены, но и материально-техническую базу. Полностью заменили компьютер и закупили новую технику в лабораторию и в стоматологический кабинет, которого ранее, к слову, не было. Лаборатория у нас и была. Просто сейчас она обновлена новым оборудованием. Пришли анализаторы новые, с помощью которых будут расширены анализы, анализы крови. Дальше пришел новый стомаппарат итальянский. Довольно-таки удобный для пользования. Вот. Стилизационное оборудование новое пришло. Напомним, что амбулатория Локасова входит в состав Лангипасской городской больницы. Принимают пациента в новой амбулатории уже с 9 января. В учреждении трудятся 25 сотрудников. Это врачи, медсестры, санитары, водители и другой персонал, обеспечивающий работу учреждения. Узкие специалисты для проведения профильной диагностики пациентов регулярно приезжают из головного медучреждения. Принимают сейчас врач общей практики, терапевт. Врач-стоматолог это я, плюс заведующий амбулаторией. И фельдшер скорой помощи, он у нас совмещает прием детский, принимает детишек и оказывает экстренную, неотложную помощь населению. Ну, вызова, так сказать, обслуживает в нерабочее время. В рабочее время врач общей практики этим занимается. Раз в три месяца приезжают узкие специалисты для более глубокой диагностики. Пропускная способность новой амбулатории – 25 пациентов за смену. Как отметили в медучреждении, этого достаточно. И штат сотрудников тоже укомплектован. Единственное, возможно, не отказались бы от педиатра. Здесь все население Локасово будет обслуживать в первую очередь. Это 1100 человек. Ну и, соответственно, гости, может кто с месторождения, если у кого-то по острову боли или еще что-то, где требуется неотложная помощь. Я как сам житель буду сюда приходить, неважно с какой хворью, буду приходить и с удовольствием, да и получать хорошую квалифицированную помощь, которая соответствует городским стандартам. Фельдшер, оказывающий неотложную помощь, один – Олег Савитенко. Он вместе с женой приехал в Локасово пять лет назад из Омска по программе «Земский доктор». Супруга тоже медик. Как отметил врач, это было лучшее предложение. Ведь Лангипасская больница была готова взять сразу двух молодых специалистов. За это время поселение семье полюбило. Здесь у них уже родился ребенок. Как отметил Олег Савитенко, покорило их в Локасово не столько жилье, что предоставили по социальному найму от администрации муниципалитета. И даже не подъемные положенные врачам, а отношения местных жителей. Все легко далось. Да и местное население как-то так добродушно относится к новым, так сказать, людям. Да и мы стараемся помогать населению, не отказывать. Обращаются. Бывает, что и ночью, и во всякое время на сотовые звонят, вызывают на дом. Ну, помощь оказываем, ходим. В первые годы, как отметил специалист, был страх, что в случае, когда есть угроза жизни пациента, помощь коллег из Лонгипаса придется ждать около часа-двух. Но с опытом эти опасения ушли. Сейчас за плечами врача не один сложный случай. Во врачебной амбулатории организовано оказание неотложной круглосуточной помощи. Дежурит бригада специалистов. И в случае необходимости скорой помощи пациенты доставляются в Лонгипасовскую городскую больницу. Кроме этого, в врачебной амбулатории у нас организован не только амбулаторный прием пациентов, как взрослых, так и детей, но и дневной стационар, который развернут на пять коек. И мы имеем возможность пациентов лечить прямо здесь, в селе Лопаста. Сейчас специалисты уже обживают новое здание. Однако хорошие отзывы от пациентов уже есть. Специально по просьбе жителей в амбулатории оставили кабинет физиотерапии. Он по проекту не был предусмотрен, но в прошлом здании был и местные уже привыкли. Отметим, что в рамках гарантии помещение сейчас обслуживает застройщик. Компания идет навстречу и устраняет мелкие замечания, которые возникают у врачей. Температурный режим выстраиваем, потому что необходимо настроить в том числе и вентиляционные режимы. Но мы, конечно, даже фиксировали факт, что у нас температура была та, которая не соответствует новогодние праздники. Но тем не менее, сейчас обслуживающая организация начнет обслуживать вентиляционные системы. Обживутся все помещения и уверены, что в случае выявления каких-то дефектов у нас есть гарантии, и обязательства застройщика, которые нам помогут обжить этот объект. За последние три года в рамках окружной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Сургутском районе обновили несколько медицинских учреждений. Это и масштабный ремонт Барсовской поликлиники, и открытие амбулаторий в Тромагане и Рускинской. Мы действительно благодарны правительству Югры, департаменту здравоохранения за то, что такое серьезное внимание оказывается именно в создании условий доступных медицинских услуг. Такая развитая система здравоохранения, которая сегодня создается по оказанию первичной медицинской помощи, это действительно пример улучшения качественных условий жизни наших земляков. В перспективе ближайших двух лет при содействии департамента здравоохранения в Сургутском районе также появится новая поликлиника в Белом Яру. Пройдет серьезная реконструкция больницы в Федоровском. Эти работы будут проходить в два этапа. Предусмотрено и расширение площади для создания дополнительных мест в стационаре. Отметим, что всего в округе в ближайшие два года завершат строительство семи объектов здравоохранения. Ремонт пройдет в 17 учреждениях. Мария Ливанян, Дмитрий Круковец. Специально для программы «Новости. Главное». Прервемся на небольшую паузу. Сейчас вернемся в эфир совсем скоро и поговорим, как православные сургутяне отметили праздник Крещения. Также расскажем о свойствах крещенской воды. Почему именно 19 января так много желающих взять ее с собой? Короткой строкой традиционно важные и интересные новости уходящей недели, которые не вошли в расширенные материалы моих коллег, но заслуживают вашего внимания. Также немного поговорим об изменениях, которые продолжаются в системе общественного транспорта сургута. Затронем и момент обновления автобусного парка организации «Спопад». Не переключайтесь. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Продолжаем рассказывать вам о ключевых событиях, уходящих семи дней. 19 января православные христиане отметили великий праздник – Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа. В этот день вспоминается его крещение в реке Иордан. Поистине важное и радостное для верующих празднество, началом которого традиционно во всех храмах является проведение божественной литургии. Затем принято исповедоваться, проходить таинство причастия, вкушать белый хлеб и вино, символизирующее тело и кровь Иисуса Христа. Освящение воды для христиан является одним из главных. Купание же больше некая традиция, нежели догма церкви. Однако считается, что соблюдая все обряды, можно очиститься духовно и физически, восполнить потраченные за год силы и наполниться энергией. О том, как прошло крещение Господне в Сургуте, смотрите в следующем материале. В Евангелии говорится, что Иоанн Креститель, который родился ровно за полгода до Христа, после долгих странствий по пустыне, пришел к берегам реки Иордан. Он проповедовал пришествие Христа и крестил доверившихся Ему людей в новую веру. Окунание в воды Иордана служило символом очищения от грехов и перерождения. Изначально Рождество и крещение были неотделимыми. Христиане отмечали единый праздник Богоявления. Праздник Святого Богоявления и крещения знаменит тем, что сам Господь вошел в воды Иордана. Действительно, для нас очень важный праздник, потому что вод Иордана нам повествуется святым Иоанном Крестителем о Святой Троице. То есть Иоанн Креститель, принимая Господа в воды Иордана, свидетельствует, что до этого он проповедовал, что есть некто среди вас, вы его не знаете, но когда он придет, он будет крестить вас. И что самое удивительное, что когда Господь входит в воды Иордана, Иоанн свидетельствует, что Дух Святой снисходит на него в виде голубя, и с небес слышит глаз Отца Небесного. А вот здесь нам другая тайна открывается. Бог един, но троичен в лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Подготовка к крещению Господню в Сургуте прошла соблюдением всех норм безопасности. Предполагалось, что традиционно 19 января сургутяне смогут окунуться в Иордании на естественном водоеме. Их традиционно организовывали на карьере между Югорским трактом и улицей Мерик-Карамова. Однако качество и толщина льда не позволили вывести технику для расчистки снега и вырубки купелей. Водоем расположен между Югорским трактом и Мерик-Карамова, где традиционно организуются купели. На сегодняшний день имеется наледь. И как следствие образовалась недостаточно толщина льда. Это позволяет не в полной мере обеспечить безопасность для строительства купелей, оборудования. Поэтому в цели безопасности граждан принято решение в этом году не проводить праздничные мероприятия на данном водоеме. Представитель скорой медицинской помощи также предостерегла людей с острыми и хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что купание на крещении является важным ритуалом для многих, врачи попросили обратить особое внимание жителей на состояние своего здоровья. Медицина рассматривает купание в ледяной воде как шок для организма, как шоковая терапия. К этому всегда необходимо готовиться. Категорически не рекомендуется купаться в ледяной воде детям, беременным женщинам, это лицам страдающим, хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, мочеполовой системы. Этим людям рекомендуется, как сказал отец Антоний, уже омываться дома. Священнослужители также считают, что крещенские купания – больше благочестивая традиция, а не обязательный церковный обряд. Купание, мы должны к этому правильно относиться, потому что купание – это прежде всего традиция. И традиция действительно, поскольку в наших храмах она утверждена, очень многие люди приходят, единственное, о чем бы я хотел сказать, что вот в этой традиции нам самое главное – нужно не забыть Господа нашего Иисуса Христа. Вот посудите сами, если бы не было нашего Бога, Он бы не родился, и не вошел бы в воду Иордана, так и праздника бы не было. Не было у нас святой крещенской воды ныне и сейчас. А вот если, к примеру, человек идет в крещенскую купель ради того, чтобы просто почувствовать свои силы, условно говоря, какую-то бодрость получить, здесь, к сожалению, нет Христа, а должен прежде всего в храм прийти, Богу помолиться, прежде всего Бога поблагодарить за то, что Он жив, за то, что слава Богу, говорится, семья, дети, и Господь Его оберегает. Многие сургутяне не первый год принимают участие в крещенских купаниях, приходят семьями на службу. После праздничной литургии, перекрестившись, трижды окунаются в купель. К этому таинству мы всегда готовимся. Заранее, безусловно, здесь уже в качестве рекомендации для тех, кто сегодня решит совершить омовение, в воду надо заходить медленно, аккуратно, для того, чтобы не было неприятных ощущений. Это первое. Второе. Ощущения, безусловно, самые приятные, самые позитивные. Положительные. Всегда каждый год купаюсь. Уже на протяжении, наверное, семи лет. Ну, вообще, если подходить к этому правильно, это надо поститься, значит, проходить, точнее, службу в церкви обязательно посещать. То есть, значит, строгий пост определенный, диетка. Обязательно к батюшке сходить надо перед тем, как искупаешься. Одним из главных ритуалов День Крещения Господней у христиан является освящение воды. Крещенская вода стоит долго и совершенно не теряет полезных свойств. Более того, даже через год она по вкусу и цвету не отличается от только что набранной. Святая вода, которую в изобилии вы можете сегодня набрать в наших православных храмах, называется святая агиасма. С греческого это вода великого освящения. То есть, обычно в храмах в течение недели совершаются чины малого освящения, но здесь ради крещения, ради святого богоявления, особый чин, утвержденный церковью православной, совершается для того, чтобы люди могли эту воду набрать, и она хранится в течение года. То есть, замечательное свойство, она исцеляет людей не только от физических немощей, причем страшных даже заболеваний, но и от духовных немощей, духовной чистоты. Поэтому, конечно, мы с великим благовением эту воду набираем. Я, конечно, советую всем эту воду содержать в благоговении, чтобы она где-то так вот, может быть, на возвышенности или рядом у икон где-то хранилась. Десятки христиан собрались на территории Кафедрального собора «Преображение Господня в ожидании крещенской воды». Для многих это традиция, которую с детства чтут и соблюдают. Да, придает силы здоровья, снимает тяжесть, осталость. Вообще, святая вода, она святая. Наверное, лет 20 уже набираю. Но она год стоит до следующего, крещение не портится. Вот, и я, естественно, как бы сказать, заболею, когда по глоточку пью, мне немножко легче. Самый чистый праздник – праздник обновления. Целебные свойства у нас в душе должны быть. В прошлом году на крещение Господне около 15 тысяч тургутян посетили храмы и церкви города. Радостное, светлое и, безусловно, важное для верующих торжество. Следующий, самый главный для христиан праздник – Пасха, воскресенье Иисуса Христа, наступит уже в мае. Эльза Шайметова, Даниил Панков, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». Дополнительные маршруты, новые автобусы и меньшее время ожидания – все это изменения, которые ждут систему пассажирских автобусных перевозок в этом году. Напомним, что в мае 2023-го прошла транспортная реформа. Сейчас в городе работают 30 регулируемых маршрутов, которые дополняются по запросам жителей. Таких изменений в прошлом году было внесено 15. Это случаи, когда в интересах горожан менялись схемы движения транспорта. Также были запущены два новых маршрута. В этом году планируется добавить еще несколько. 28-28А будут круговыми и соединят ключевые точки города. Автобусы поедут от городского культурного центра в сторону «Авроры», затем по проспекту Мира к Ивана Захарова и обратно. 29-й маршрут обеспечит транспортную доступность нового микрорайона «Пойма-5». Руководитель предприятия «СПОПАД» Кирилл Киселев напомнил, что горожане могут оставлять свои предложения по улучшению системы пассажирских перевозок тремя способами. Также он подчеркнул, что в случае, если кто-то из сургутян стал свидетелем какого-то нарушения, необходимо собрать как можно больше информации и также передать ее по каналам обратной связи. Безусловно, мы открыты для диалога с гражданами, поэтому всегда готовы и принимаем обратную связь. Сегодня в городе у нас открыто основных три канала. Это горячая линия прямая, это у нас транспортный портал и новое нововведение, о котором все знаете, это чат-бот в Телеграме. Поэтому уважаемые горожане всегда могут оставить мнение, конструктивное предложение. И здесь мне, пользуясь случаем, хотелось бы попросить при фиксации каких-либо отклонений, обязательно указывать государственный номер транспортного средства, время и место такого отклонения. Тогда нам легче будет идентифицировать и устранить данное нарушение, если оно имело место быть. Это очень важно. Важная задача на этот год в отношении транспортной системы сокращение интервалов в движении автобусов. Чтобы достичь этого, необходим в том числе новый транспорт. В 2024-м с ПАПАД поступит 40 машин, 30 из них приобретены за деньги организации, 10 за счет субсидий из бюджета. Это частично обновит автопарк предприятия, но закроет только четверть от общей потребности. Отметил Кирилл Киселев. Старые автобусы после выхода на линию новых будут дополнительно обследованы. Те, у которых износ критический, спишут, остальные машины выпустят на маршруты. На сегодняшний день в СПАПАДе порядка 70% по словам Кирилла Киселева, это автобусы, которые завершили срок амортизации. Продолжит выпуск дайджест недели важные и интересные новости, те, которые не вошли в расширенные материалы моих коллег, но заслуживают вашего внимания короткой строкой. Антонина Сахарова, передаю ей слово. В Сургуте благоустроят проезд у 12-го дома на Быстринской. Жители рассказали, что во время дождей и таяния снега проезжая часть размывается, многочисленные ямы и выбоины не видно, они наполняются водой и грязью. Дорога становится труднопроходимой, что, естественно, доставляет множество неудобств. Однако, благодаря инициативе сургутян, ситуация изменится уже в этом году. Постоянно находится здесь вода. Даже невозможно проехать матушкой со своими колясками. Большие ямы там находятся. Полотно просто плачевно в состоянии. У нас здесь будет в этом году производиться реконструкция и полная, полная, полная замена дорожного полотна и будет новый дорожный заезд, проезд. Потому что он социально значимый, учитывая то, что здесь находится детский садик. И родители приезжают, привозят ребятишек своих сюда. И вообще здесь очень много машин проходит. Это очень такой, помимо этого, то, что здесь это придомовая территория, помимо этого здесь очень много людей проезжает. А также социальные службы, милиция, скорая помощь, пожарные. Инициативный проект, благодаря которому стал возможен ремонт проезда, жители ТОС-28 направили в администрацию. По решению комиссии, на работы из бюджета выделят чуть более 4 миллионов рублей. Программа инициативного бюджетирования не нова для Сургута. Ежегодно реализуется целый ряд задумок, среди которых спортивные площадки, экспозиции, молодежные пространства и даже концерты. В 2024 году планируется реализация 11 инициативных проектов. На общую сумму 54 миллиона рублей. Необходимо ответить, что в 2023 году также у нас реализовалось 11 инициативных проектов. На такую же сумму порядка 54 миллиона рублей. Инициативные граждане, вернее, группа инициативных граждан не менее трех человек, также ТОСы, юридические лица, предприниматели могут ежемесячно, последние два рабочих дня месяца обратиться в администрацию, внести свой инициативный проект. Открытая спортивная площадка на улице Кукуевицкого станет многофункциональной. Это еще один проект, который реализуют по программе инициативного бюджетирования в 2024-м. Хоккейный корт «Вымпел» летом будут трансформироваться благодаря съемным воротам в футбольное мини-поле. Главная цель идеи – приобщать подрастающее поколение к активному образу жизни и сделать спорт доступным для каждого. Корт находится в микрорайоне «А» у детского сада «Рябинушка» и школы номер 12. В Сургуте начинается реализация проекта комплексного развития территории. Получено разрешение на возведение первого дома. Идея КРТ появилась в позапрошлом году. Выбрали инвесторов для застройки одних из старейших микрорайонов города – первого и второго – в границах улицы Артема, Марии Поливановой, Кедрового переулка и Набережного проспекта. Девелопер за полтора года расчистил территорию, расселил 9 аварийных домов, в которых жили 49 семей. В мэрии прокомментировали, что проект КРТ предполагает возведение трех домов переменной этажности – от 7 до 9 – и одного здания с акцентной 17-этажной башней. 500 квадратных метров жилья застройщик передаст администрации города для реализации федеральных и региональных программ. Вдоль набережного проспекта появится променад, а между домами – спортивные площадки, пешеходные велодорожки, зоны отдыха. Срок реализации первого проекта – 5 лет. Всего же в систему комплексного развития территории планируется вовлечь около 120 гектаров земли. Это даст возможность построить более 1 миллиона квадратных метров жилья. В Югре появится еще одна колония. Это будет исправительное учреждение нового объединенного типа, сообщается на сайте правительства региона. По проекту организация совместит в себе следственный изолятор, исправительные колонии общего и строгого режимов и колонию поселения. Сейчас идет работа по подбору участка. Известно, что его площадь будет 46 гектаров. Предполагаемая вместимость – 1800 мест. Сообщается, что новое учреждение поможет улучшить условия содержания, труда, качество воспитательной работы и медобслуживания осужденных. Предполагается, что контролировать допуск на территорию будет искусственный интеллект. С помощью современных камер видеонаблюдения. Другие подробности пока не разглашаются. Студенты мединститута Сурго разработали биоразлагаемые съедобные стаканчики для кофе. Создание посуды происходило в рамках акселератора молодежных бизнес-идей «Точка отсчета техно». Изначально команда изобретателей занялась разработкой, чтобы получить зачет. Но инициатива получила большой отклик от тех, кто попробовал стаканчики на вкус. Потому идею решили развивать. Сделана посуда на основе имбирного печенья, а чтобы вода не проникала в пористую структуру выпечки, посуду покрывают тонким слоем изомальта. Это низкокалорийный растительный заменитель сахара. С помощью этого комплекса сосуд может удерживать в себе воду любой температуры от 40 минут до 5 часов. Как отметил руководитель проекта Андрей Дунаев, главная цель – сократить количество пластикового мусора. Сейчас ребята планируют реализовывать такие стаканчики в кафе и точках продажи горячих напитков. Так в целом можно делать любой понравившийся вкус. То есть кому как подходит. Если кто-то хочет классическое обычное печенье без каких-либо добавок, он может самостоятельно дома его себе спокойно сделать. Изначально, когда мы предоставили жюри стаканчики, мы налили туда чай. И реакция была такая своеобразная, потому что что-то интересное. Плюс еще подача материала. Больше удивление было, когда чай не попили, там что-то, да, немножко вкус поменялся. Но когда они уже начали их кусать, улыбки с лица не сходили. Сургутян, которые обкрадывали дачи, задержали в момент выгрузки похищенного. В конце декабря 2023 в полицию начали регулярно поступать сообщения о воровстве на загородных участках. Оперативники уголовного розыска вышли на троих местных жителей. Известно о 13 эпизодах. Общий ущерб превысил 2 миллиона рублей. Часть похищенного изъята. Также обвиняемые компенсировали пострадавшим 650 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу «Новости Сургут-24», а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. А медиа Сургут-24 о Сургут. Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. «Новости Сургут-24» Активного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица, признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35. Акватория. Улица Магистральная, 36. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд Траектория Надежды. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободное от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире. И большие турниры офлайн. Выбери Радио Энерджи. Спасибо за внимание.